С Верой в спорт С Верой в спорт Как данного существует именно в том виде, в котором мы его привыкли воспринимать? Конный спорт изначально появился в Древней Греции, когда состязались на колеснице. Далее, значит, он приобрел уже профессиональный оттенок в XVI-XVIII веке. Это во Франции, в Италии. Это рыцарские турниры? Ну, уже появилась манежная езда. Это так сейчас называемая выездка. Это балет на лошадях. Как раз чем вы занимаетесь. Да, как раз чем я занимаюсь. Конный спорт появился впервые в Олимпийских играх в 1912 году. И сейчас, по сей день, он существует в трех дисциплинах. Это выездка, балет на лошадях, конкур, преодоление препятствий и тройборье. Это как раз вид, который включает три дисциплины. Конкур, выездка и кросс. А это мы сюда к гонке на лошадях не относим? То есть это совершенно другое? Это не олимпийские виды спорта. Так называемые скачки, бега. Это существует как вид, но пока что не включен в олимпийскую программу. У нас также в России он очень сильно развит, этот вид. Да, слышала. Если вы про скачки. И, если не ошибаюсь, много-много лет назад мы с ней под роми даже скачки устраивались. У нас были и скачки, и бега, и заезды русских троек. Русская тройка у нас раньше была самой сильной в России, но, соответственно, в мире. Потому что, ну, больше нет нигде русских троек и рекорд, ну, по сей день, по-моему, даже не побит. У нас очень сильные были спортсмены, очень сильные были наездники. Это те, которые выступают именно в расистых бегах. Вот, ну... А с чем это связывается, что вот раньше был такой подъем коммунного спорта? Да у нас даже в Кирове это все было на таком высоком уровне. Были государственные школы, которые поддерживались именно государством. Вот, в принципе, спортсмены никогда ни в чем, и лошади никогда ни в чем не нуждались. Было развитие, была заинтересованность, ну, и государство в том числе, вот, в развитии данного вида спорта. Но с конца 1990-х годов это потихонечку начало разрушаться, начали продаваться лошади, вот, началось закрытие ипподромов, конных школ. Вот, закрытие конных школ, например, в Кировской области продолжается по сей день. Закрытие конных школ. Да, именно закрытие, то есть, как бы, рубят на самых началах, вот, не дают развиваться вообще. То есть, с каждым годом хуже, я имею в виду, с точки зрения поддержки, финансирования? Больше, да, это переходит на частных инвесторов ложиться на плечи, вот, и все меньше. Мы получаем поддержку от Министерства спорта, от государства, вот, все больше и больше, ну, как-то так за свой счет мы существуем. Насколько я понимаю, это во многих, на самом деле, дисциплинах такая история происходит. Ну, да, по факту мы видим, что правительство, в частности, Минспорта, не в состоянии, может быть, да, не имеет возможности выделять финансы. Вот, и, ну, судя уже по эфирам в этой студии, по программам спортивным на радиостанциях Москвы, я могу сделать вывод, что сейчас постепенное выливание инвестиций, финансов от бизнеса, это нормальная история, как на ваш взгляд? Ну, это нормальная история, только, ну, хотелось бы, вот, мне, например, хотелось бы задать вопрос. Мы думали, что будет пресс-конференция, вот, как раз перед награждением лучших спортсменов. Награждение было прошлый пятница у Звезды Вятского спорта. Да, очень хотелось спросить у самого губернатора, у министра спорта, будет ли какая-то вообще поддержка для спортсменов, которые достигают высоких результатов, ну, интересно ли им иметь таких спортсменов в Кировской области. Но, к сожалению, этой пресс-конференции не было, задать вопрос не удалось. Ну, мы с вами, по сути, сейчас вот вы его здесь озвучили, и я надеюсь, что губернатор, министр спорта Анна Александровна Альминова этот вопрос услышит, так или иначе дадут нам знать, да, так или иначе покажут именно свою вовлеченность. Но, учитывая результаты ваши, успехи лично ваши, очень хочется верить, что так и будет. Вот расскажите, охарактеризуйтесь, пожалуйста, вы сказали, что постепенно перекрывает кислород к конному спорту в Кирове. Какова ситуация на данный момент? Сколько ребят занимается? Насколько это профессиональный вид спорта? Что у нас, как встать дело с лошадьми? Вот, ну, на данном этапе еле-еле мы отстояли школы всем конным миром. Сколько школ сейчас в Кировской области? Вот у нас сейчас официально три отделения, которые, в принципе, ну, немножечко поддерживаются пока, слава богу. Вот, но хотели вот с этого года, с нового учебного, закрыть все отделения, лошадей чуть ли не пустить на мясо. Ну, то есть изначально вот дети, которые пришли заниматься, ну, мало того, что они сейчас уже, школьные дети, ездят на частных лошадях, то есть вот частники дают им в аренду. То есть люди, у которых есть лошади, не содержатся на ипподромах, да, в конюшнях, получается, они дают в аренду? Да, в аренду, возможно, или даже, ну, бесплатно дают детям, чтобы они могли заниматься. Вот, ну, в принципе, как бы вообще не жалко, мы сами в своем клубе очень поддерживаем детский спорт, покупаем лошадей, ну, лишь бы дети продолжали заниматься, но все равно хотелось бы хотя бы какой-то поддержки. То есть вот к нам приходят такие уже подрощенные спортсмены, которые немножечко умеют ездить верхом, но таких спортсменов, ну, мы можем посадить на хорошую... Откуда они берутся, эти спортсмены? Вот, как раз они берутся из школ, в которых они получили начальную какую-то подготовку. Если вот этих школ не будет, детям, ну, нет, куда брать вот эту вот базу, им придется тратить большие деньги на занятия, соответственно, они не будут заниматься, потому что таких денег их просто, ну, просто нет. А сколько требуется денег на это? Ну, у нас абонементы, они недорогие, там, от 4 тысяч рублей в месяц ребенок платит, ну, или там отрабатывает, ну, так чисто. Ухаживает за лошадьми. Да, ухаживает за лошадьми. Вот, ну, многие хотели бы заниматься, но не имеют такой возможности. И для них как раз были вот такие вот школы Олимпийские, Олимпийского резерва, где они могли бы показать свои успехи какие-то начальные, свои таланты, чтобы их потом пригласили в частные клубы и предоставили им уже каких-то спортивных лошадей. Но, вот, допустим, в частных клубах не получится сразу же разглядеть какого-то талантливого ребенка на первых занятиях, но это просто невозможно. Из-за потока невозможно или из-за чего? Ну, нет, просто нужно очень много времени, хотя бы год, там, полтора, чтобы ребенок привык к лошади, чтобы он ее не боялся. И вот в школах как раз, да, есть такие лошади, вот, вятские лошадки, наверное, слышали? Лошадка-вятка, которая, да? Вот как раз они нужны, чтобы ребенок привык к лошади, понял, как с ней обращаться, как за ней ухаживать, как на ней ездить. Ну, вот, они и нужны для основ. А дальше, ну, дальше мы уже даем какой-то рост, там, лошадей, тренеров подбираем. И у нас дети, ну, сейчас и на международных соревнованиях призерами становятся, ну, те, кто достиг. Но, опять же, они это достигли не только благодаря, там, нашим тренерам или лошадям, а именно, вот, школе, ну, которая закладывала, вот, саму основу. Очень интересная механика проведения соревнований. Это вообще, как спортсмены и лошади доставляются на эти соревнования, тем более международные. Об этом мы еще попозже поговорим. Проблемы обозначил, надеюсь, что будут неуслышаны. Как минимум, чтобы такой вопрос поднимался, чтобы был понятен вектор, который правительство Министерства спорта изберет в отношении конного спорта в Кировской области. Меня лично, как человека, может быть, стороннего к конному спорту, ну, очень любитель, да, посмотреть на эту красоту. Очень интересует именно взаимоотношения наездника и лошади. Да, то есть то, о чем вы уже вкратце начали говорить, с чего он начинается. Вот вы сказали, что человек-ребенок, да, приходя в школу, дай бог, дай бог, какой-то частный клуб, начинает общаться, взаимодействовать с лошадью, вот, нашей вятской породой, лошадка-вятка. Как этот процесс знакомства происходит? Ну, во-первых, отношения между лошадью и всадником, они должны быть очень доверительные, вот, ну, ни в коем случае ребенок не должен каким-либо образом грубить с лошади, то есть они должны понимать друг друга. Терпение должно быть очень большое у человека, потому что лошадь может, ну, не просто не хотеть чего-то, а не понимать. Нужно обязательно следить всегда за ее состоянием, за ее состоянием здоровья, чтобы всегда было все в порядке, и тогда, ну, все пойдет только в гору. С какого возраста лучше начинать знакомство с лошадью, да, вот, если у ребенка есть желание, когда лучше его начать реализовывать? Есть пони-клубы, там начинают заниматься с трех лет, но обычно с трех до десяти. Пони-клубы в Кирове тоже такие есть? Пони-клубы, да, есть отделения и на ипподроме, и в КСК Радужном есть такие отделения, там занимаются совсем малыши, даже бывает два с половиной годика, вот, приходят пообщаться и прямо вот залазят на лошадку. Но это же потрясающий психологический момент, да, насколько я понимаю, особенных ребяток тоже ипотерапия называется. Да, и это очень-очень хорошее направление, и мне кажется, его нужно развивать в Кирове. Ну, это, не знаю, это очень большое дело, если когда-нибудь вот кто-то серьез займется именно ипотерапией, тогда можно очень многих людей и детей поставить на ноги. И вернуть в общество, помочь взаимодействовать с социумом через животных, через лошадь. Да, также, ну, мускулатура вся развивается на лошади. Да, да, осанка, это самое главное, это стержень организма, это спина, позвоночник. Вот, а вот как раз для детей, которые болеют ДЦП, им очень полезна верховая езда, потому что они чувствуют все движения лошади и начинают, ну, у них тоже начинает развиваться мускулатура, как раз скелес их. Укрепляя, укрепляясь кости. Плюс общение, они морально становятся более устойчивые, вот, плюс по психике очень, ну, очень довольные, уравновешенные. Это мы говорим о таких, ну, прямо скажем, сложных случаях, это ситуация, когда у ребенка ДЦП. Если мы говорим о ребятах, вот, которые пришли заниматься целенаправленно, стремясь стать спортсменами, да, в лучшем случае, надеюсь, что так и будет, что это будет развиваться, здесь наверняка процессы идут, ну, надо полагать, несколько быстрее, да, именно взаимодействие, наложивание контакта. Вы сказали, что лошади, понятно, что ребенок, когда привыкает, это, ну, получается, одна лошадь. Когда он уже привыкнет и начинает к каким-то идти результатам, это уже другая лошадь. Насколько здесь крепка связь, насколько вот дальше человек идет с одной и той же лошадью на протяжении, там, скольких лет своей спортивной карьеры? У вас, насколько я понимаю, три, да, сейчас? Ну, основных сейчас четыре лошади, да. Вот, ну, он может идти с лошади от и до, он может вместе обучаться с ней, если есть хорошие тренеры, если есть хорошие помощники, то он может проходить весь путь спортивной карьеры своей лошади, ну, и часть своего. То есть такая нерушимая связь уже остается. Да, может идти по ступенькам. То есть, допустим, он позанимался на этой вяточке немножечко, он научился ездить, он понял, что он хочет заниматься конным спортом. Дальше он переходит на следующую ступень. Это учебные лошади, которые уже могут чему-то научить, которые могут дать первый опыт стартов. Ребенок может постартовать, попробовать, повыигрывать первые медали. Вот, и далее... То есть этих лошадей, знаете, что, перебивая их, тоже уже кто-то предварительно обучил? Да, конечно. Это уже обычно пенсионерчики такие, ну, так лет с 15. Спокойники такие, да? Да, очень спокойные лошади. Ну, бывают и неспокойные, но тоже характеры. Вот, а далее уже, если человек реально хочет заниматься, он находит или спонсора, который купит ему лошадь, или покупает лошадь сам и содержит ее. И выступает, и двигается уже с этой лошадью дальше, до каких-либо уже целей выше. Ну, там соревнования хотя бы, там, чемпионатов России, там, всероссийских. У вас четыре лошади, то есть вы их покупали, либо находили спонсоры? Двое выращенные. Двое выращенные, то есть вы покупали их там еще, жеребятками? Один у нас родился, вот сейчас у меня в работе молодой жеребец, ему сейчас пять лет исполнилось, он не родился на конюшне. Вот, тренеры видят в нем, в Москве, большую перспективу, сказали мне пока оставить, будем смотреть. Одного коня мы купили в возрасте шести лет в прошлом году, он мне как раз абсолютный чемпион России. Это Витас, да? Да, на него очень большие перспективы помогают. Ну, на нем я ни разу не проиграла ни одного старта за весь период. Был единственный старт, это Кубок России, я там осталась третья. Ну, это просто конь веселился, настроение было очень хорошее. А так ни одного старта не было проиграно, все только первые места у нас с ним. Факир – это основная моя лошадь, он у меня также с двух лет выращен, и сейчас ему 12. Он начал стартовать по программе Гран-при, это большой приз, ну, олимпийская программа. Дается все не очень легко, очень тяжело, но мы идем, и я думаю, что вот в этом сезоне уже будем показывать лучшие результаты. Ну, одни из лучших, я надеюсь. Ну, и хорист, который у меня отправлен сейчас сюда, в Киров, на пенсию. Я на нем отстартовала последний раз в декабре 2018 года довольно успешно, и привезла его для выступления как раз моему подрастающему поколению. Вот у нас планируется этап Кубка Мира. Вот среди юниоров. То есть вашим ученикам? Сколько продолжительность карьеры лошади в спорте? Сейчас возраст выступления лошадей продлен в национальных турнирах до 30 лет лошадь может выступать, а в международных до 20. Два года назад было до 18 лет, это предел для всех лошадей. Но так как уровень жизни лошади растет, условия лошадь становятся... Активное долголетие, как вы сейчас принято говорите. Да, и отсюда, конечно же, и долголетие у лошади. Ну, появляются новые какие-то лекарства, подкормки, витамины, корма улучшаются. Вот появляются новые клиники, где могут, если что, лошадь спасти, ну, не дай бог, какие-то травмы. Профилактика, соответственно. Поэтому и уровень жизни, и длина жизни, продолжительность лошади, она растет. Вернемся к теме финансовой. Меня все-таки этот вопрос очень интересует, чтобы, на самом деле, оценить, насколько реально тем, кто желает связать свою жизнь с конным спортом, насколько это реально вообще финансово вынести, вытянуть. Сколько стоит приобретение лошади? Хорошей? Ну, приобретение лошади хобби-класса стоит от 300, может быть, ну, до миллиона рублей. Спортивные лошади, ну, они идут примерно от 3,5 миллионов и до бесконечности. Нет конечной цены у лошадей. А учебные лошади, ну, они также примерно 100-500 тысяч. Учебные вот именно под детей для начального уровня. Можно приобрести такую лошадку, чему-то научиться и понять, нужно ли тебе дальше что-то. Содержание, уход за лошадью, где вообще можно их содержать? Ну, по-моему, не все было, да, такими условиями, да, чтобы там на своем загородном ранчо... У нас в Кировской области, к сожалению, таких условий практически нет. У нас нет ни одного полноразмерного манежа, где бы могли выступать, где могли лошадь от и до подготовить. Для этого вот мы сейчас вывозим лошадей на содержание в Москву. Ну, там содержание, к сожалению, больше 100 тысяч за лошадь в месяц уходит. Если бы это было здесь, ну, в разы дешевле, тогда бы, я думаю, что процесс подготовки и развития, он бы был тоже быстрее. Потому что все-таки находились бы здесь и дети, я бы могла какой-то опыт передавать. Вот, также проводились бы соревнования в Кирове. Это как раз повышает опыт спортсменов, выявляет спортсменов. Вот. Ну... Ну, и, конечно, привлечение массы людей, чтобы это можно было смотреть, привлекаться. Крытый манеж с трибунами. Это очень, ну, интересно посмотреть, поболеть за своего ребенка, там, пригласить каких-то знакомых, близких, провести соревнования. Это очень здорово. Это очень прямо так завораживает. Когда дети выступают, выигрывают, платят от радости. Ну, это, мне кажется, самое лучшее. Ну, это в любом виде спорта, самое лучшее. Ну, да. Здесь ты, ну, и красиво в том числе. Надежда, в каких дисциплинах, вот мы уже начали потихонечку об этом говорить, чем вы конкретно занимаетесь, да, какие дисциплины вы освоили? С 10 лет до 20 я занималась конкуром, это как раз преодоление препятствий. Здесь в Кирове занималась? Здесь в Кирове. Здесь я достигла, в принципе, неплохих успехов. Это, ну, мы выиграли зону Урала в свое время. Это всероссийский турнир. Ну, различные республики, республиканские соревнования. Уровень у нас довольно-таки высокий был конкурс, потому что управлял Николай Георгиевич Шабалин. Это очень хороший тренер. Ну, при нем всегда были все чемпионы России, призеры России. То есть он не давал никому... Расслабиться. Да. А сейчас я занимаюсь выиской, потому что нет условий для, опять же, занятия конкуром. Это очень опасно. Не дай бог, перевернешься на песке и все. Поэтому, когда будет еврогрунт у нас, ну, специальный грунт для занятия спортом и полноразмерный манеж и площадки, тогда можно будет уже развивать все виды спорта. Ну, если вы занимались раньше конкуром, то есть условия исчезли? Или что произошло? Мы занимались на том, чем... Что есть. Что есть, да. Что осталось еще. Вот, у меня после этого много не очень приятных воспоминаний. Это, например, моя переломанная железная рука, например. Да, это много травм головы, это много травм спины. И очень бы не хотелось экспериментировать сейчас с детьми. Конечно. Ну, на таких условиях вообще. Это очень небезопасно, очень опасно. А вот все спонсоры, которые предоставляют лошадей, они рассматривали возможность как-то помочь вятскому конному спорту? Ну, сейчас очень сильно. Потому что речь идет уже прямо вот о жизни, да, и возможностях там, дай бог, поколечиться. Нет таких денег, мне кажется, в области у спонсоров. Какой сумме это? Потому что обычный полноразмерный манеж, но он может стоить там от 15 миллионов и выше. Ну, чтобы всем условиям хотя бы соответствовало. Чтобы сделать это предложение интересным для спонсоров, как вы считаете, насколько... Вот мы уже сказали, что да, будет очень здорово. Если в исчисляемом количестве назвать, насколько это будет популярно, то есть сколько людей могли бы приходить смотреть, насколько, как вы можете оценить, это сейчас востребовано и интересно, может быть, кировчанам, гостям города. Вот, к сожалению, в Кирове это не развито, но в Москве сейчас привлекают как раз, ну, вот проведением стартов, там практически вот на конкуре полная трибуны. Там очень крупные спонсоры, очень крупные, даже иностранные спонсоры, вот, они продвигают свою рекламу по телевидению, вот так же в манеже, вот. Так же они, вот всадники, которые представляют страну, они выезжают за рубеж и точно так же рекламируют спонсора за рубежом, ну, на каких-то своих, там, например, вот реклама на сбруе, ну, на амуниции у лошади, на любой. А на всадники? Вот, плюс, ну, можно на всадники, на какие-то вот... Ну, если реклама не позволяет, такие мероприятия. Ну, плюсом это престиж большой, это самый дорогой вид спорта, ну, я думаю, что, ну, не самый, наравне с Формулой-1, вот. Ну, судя по стоимости, спасибо лошадке, да. Это очень красиво, дорого, даже просто спонсор может иметь лошадь, ну, вот иногда приезжать и ездить на ней. Либо выставлять лошадь, да, что-то вот именно спонсор. Ну, да, показывать. Вариантов много. Вариантов очень много. Ну, так что будем надеяться, что всё-таки будет исключено. Просто в Кирове это пока не очень эстетично, если там... Из-за площадки. Да, будет площадка хорошая, тогда уже можно развивать и показывать это всё. Видите, здесь получается замкнутый круг, что вот если будет много людей увлечено, тогда, пожалуйста, мы сделаем площадку. Но много людей не может быть увлечено, пока нет площадки. Людей много увлечено. Они занимаются на любительском уровне пока прогулками в лес, например. Да, это же очень востребовано. В Порошино выездишь, там постоянно лошади занят, даже не покататься. Постоянно они в работе, бедняжки. Давайте пойдём к соревнованиям. У нас немного времени осталось. Вот технический вопрос меня интересовал. Всё-таки я его задам. Как на самом деле можно вывезти лошадь, да тем более, если она спонсорская. Это по автодороге, да, на автомобиле она вывозится или как? Она также может летать на самолёте, но это очень дорого. А из Кирова перелёты возможны? Нет, из Кирова, к сожалению, нет. Ну, если только частный самолет. То есть из Кирова только на автомобиле? Да. Есть специальные прицепы или целые машины, которые переоборудованы под коневоз. Вот лошади, в принципе, комфортно ехать. Они спокойно переносят дорогу в тысячу километров. Ну, ей нужно там полдня, чтобы отдохнуть. Она уже снова в норме. Ну, некоторые лошади стрессуют, они пугаются, которые первый раз ездят. А те, которые уже привыкшие, они, в принципе, сами заходят в коневоз, ждут, когда их пристегнут, и поехали. Они знают, что они едут на соревнования, готовятся морально. Ну, очень здорово. Ну, и получается постоянный контакт тоже всадника и лошади во время путешествий, непосредственно на соревновании. Вот еще о чем необходимо просто упомянуть. Я считаю, мы тоже начали говорить о том, что невероятная польза для здоровья как психологического, так и физического. Давайте здесь еще пока время есть конкретизируем. Не только какие физиологические преимущества дает конный спорт конкретному всадингу, конкретному человеку, ребенку, но и какие качества характера воспитывает. Ну, во-первых, у ребенка появляется животное, за которым нужно ухаживать. Это ответственность. Это ответственность. Также любовь к животным вырабатывается, забота. Вот плюсом трудолюбивость, в конце концов. Вот, выдержанность. Ну, очень-очень много развивается черт характера. Я думаю, что здесь только польза. Ну, безусловно. Если мы нейтрализуем все эти факторы, о которых вы говорили, негативные площадки и прочее. Ну, если соблюдать технику безопасности, в принципе, и травмы можно все исключить. Ну, за этим также следят тренеры. За этим, конечно, следят тренеры. И плюс ребенок обязательно сам изучает технику безопасности и потом сдает мини-экзамен. Как интересно. Да, это обязательно. Это, видимо, на вводном этапе, когда только знакомство с лошадью происходит. Как долго он это изучает? Насколько глубоко он это изучает? Ну, это по ходу дела. Просто вот ребенок подходит, начинает чистить лошадку, ему объясняют, что не нужно подходить к задним ножкам. Нужно стоять. То есть на практике сразу? Да, конечно. Не за карты прям в жизни? Показываем, просто подстраховываем его рядом. И получается, что если даже спонсорская, это та же самая лошадь, все равно ребенок за ней следит, ребенок за ней ухаживает сам. Правильно я понимаю? Да, конечно. Но с помощью. Да, насколько большой это объем работы? Ну, это не сильно большой объем работы, все-таки кормить, конечно же, ребенку не приходится, есть специально обученные люди для этого. Но он обязательно должен свою лошадь почистить, проверить все ножки, расчесать хвостик, грифку, проверить, не болит ли у лошадки ничего. Обязательный тренинг лошади. Ну, обязательно ее поработать, подвигать, чтобы она не стояла ни в коем случае в денеке. Но иногда там, когда есть время, погулять с ней, пообщаться просто. Да, Надежда, мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами еще более подробно в одной из следующих программ рассказали о том, как происходят тренировки, что за магия там совершается, как, возможно, вообще научиться, во-первых, самому, во-вторых, научить свою лошадь, да, как-то вот так красиво взаимодействовать, преодолевать препятствия и красиво ходить. По-моему, это очень ювелирная, очень тонкая психологическая работа, это очень здорово. А давай сейчас укажем, наверняка будут интересующиеся те, кто хотят как минимум посмотреть, как происходят тренировки, возможно посмотреть? Да, конечно, можно приехать и попробовать это абсолютно бесплатно, пробное занятие, вот, но особенно для детей, чтобы ребенок понял, желает он этим заниматься или не желает. Просто бывает, что хочется, а боится. Хочется, а боится, и либо, как вот с историей с зверюшкой домашней. Ну, или просто неинтересно. Да, там, щеночек хорошенький, да, возьму его себе домой, а потом это получается, что уже ребенку-то как бы и не надо. Вот, часто такие случаи приходится, наверное, с такими сталкиваться. Ну, бывает, бывает, но очень редко, но бывает. Все-таки, если ложь, это уже более основательное решение. Куда приезжать? Можно приехать, поворот на Радужный, так и называется, Носконно-спортивный клуб Радужный, вот, это деревня с таким смешным названием, как Уй, это как раз остановка Сашени, вот, можно нас набрать или найти в Инстаграме или ВКонтакте, приехать, попробовать. Вы тоже приезжайте. Ой, с удовольствием. Спасибо за приглашение. Мы вам все покажем, расскажем, покатайтесь. У нас есть очень большие лошади, есть очень маленькие лошади. Да, здорово. Маланды Велика. Обязательно воспользуемся вашим приглашением. Спасибо большое. Будем рады. Взаимно. Да, итак, сегодня у нас был такой вводный курс по конному спорту. Провела нам его Надежда Флоринская, кандидат в мастера спорта. Да, Надежда, спасибо вам большое, вот, очень приятно слушать, когда вот человек так влюблен в свою работу, да, в некотором смысле и в жизнь, да, в которой вы связались с лошадьми. Желаю вам успехов, желаю, чтобы на все вопросы, которые вы задали, мы с вами получили ответ, да, и, конечно же, новых спортивных успехов вам и вашим ученикам. Спасибо вам большое. Приятно было познакомиться с вами. С Верой в спорт.